У меня нет никаких сомнений, что одним из причин, по которой остановлено было движение, на Москве это было, они, конечно, сказали, ему передали, что мы убьем твою мать, она живая, так сказать, старая женщина, медик, убьем дочь, убьем сына, убьем жену. Они, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге находятся. Конечно бы они их убили, разобрали бы на молекулу, в этом можете не сомневаться, просто испепелили бы. Но другой вопрос, что если ты решился на такое, ты должен был отдавать себе отчет. А почему он не отдал себе отчет? Потому что он не выступал против Путина, мы не слышали заявления против Путина. После выступления Путина он сказал, что тут ошибается президент, говоря о том, что мы предали или чего-то. Но он не говорил, что они идут в Москву для свержения власти Кремля. Но этого не было. Поэтому он считал, возможно, что Путин его в какой-то момент, когда чаша весов такой будет равновесной, а он бросит гирьку на его весы, уберет Шойгу, уберет Герасимов, ну и все, вопрос исчерпан. Правда, Пригожин мог бы тогда получить какой-то дивиденд в виде, так сказать, своей частной армии, руководства одного из направлений операции, так называемой, своего и так далее. Этого не произошло. Ну и плюс, как бы, это было понятно после возбуждения в отношении его дела по 276 статье, после призыва, так сказать, из ЦОСФСБ, из армии, руководства о том, чтобы его арестовать, задержать, прекратить эти действия. Так что его не поддержала вообще никакая элита, публично. Да. А кто его поддержал? Никто не поддержал. Не слышал ни о одном фамилии. Да, то есть чиновники, олигархи, ну, кто-то ногами голосовал. Но это тоже не потому, что они так уж сильно хотели, чтобы он свергнул Путина. Они полетели через флайт Радорат, смотрели в Турцию и так далее. То есть, Пригожин не поддержал никто. Наверное, взвешивая, там были, наверное, и другие причины. То есть, ему могли передать, что мы тебя убьем в любом случае. Вот просто вот, б***ь, сбросим атомную бомбу на Ростов. Ну, мы тебя убью. Могли сказать? А почему они не могли? В итоге он б***ну. То есть, он испугался. Он решил не доводить сюда до конца. Тем более, ему тут же предложили. А вот проблем никаких, оставайся в Белоруссии, изгнанник. Он такой отшельник такой. Но только так это не работает. Это вам, извините, не наполеоновские времена. Он чекист. Чекисты такими вещами, знаете, там, слово офицера. Или там, я, слово президента, что мы тебя не тронем. Вот и так далее. Все это чушь собачья. Это выигрыш времени. Выигрыш, ну, вот этого, знаете, морального такого подъема. Это все быстро же складывалось. За сутки фактически добрались до Москвы. Поэтому времени-то был цейкнот для власти, для принятия решения. А так быстро не действует. Жанна иерархия-то такая, доходящая наверх. А Путин, как известно, на скорость решения это не его. Скорость решения это прямо не его сильная сторона. Ему нужно время. Поэтому с этой точки зрения он упустил свой шанс. Редактор субтитров А.Семкин